Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня здесь, на нашем втором городском завтраке серии «Урби и Торби». Сегодня он посвящен образу Японии в России и образу России в Японии. Но для начала я сделаю небольшое выступление по поводу нашего сценария сегодняшнего. То есть у нас, соответственно, будет изначально выступление наших уважаемых лекторов, после этого будет небольшая сессия вопросов-ответов, и после этого можно будет продолжить уже, соответственно, задать вопросы лекторам в неформальной части, которая, собственно, будет завтраком, как раз в зоне кофе-брейка. Но, соответственно, как бы относительно нашего сегодняшнего завтрака, ну, как вы, наверное, уже прочитали в анонсе, то есть, да, японская тематика не использует большого недостатка внимания СМИ, не часто пишут про это, но в основном, конечно, в контексте территориального спора, в контексте переговоров лидеров стран. Но, собственно, да, как бы вопрос о том, как относятся друг к другу, в том числе общество наших стран, он часто остается вне контекста СМИ. И в том числе вот сегодня об этом нам расскажут наши уважаемые лекторы. Это Сергей Владиславович Чугров, профессор ГИМО, главный редактор журнала «Полис политических исследований», и Сергей Леонидович Агапонов, главный редактор журнала «Огонек». Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, любители Японии, и, как говорит президент Трамп, враги государства, я имею в виду прессу. Мы тут представители прессы, поэтому мы не фейковые новости. Но мы, да, не фейковые новости, не пост-трус, хотим вам представить, а некие такие мозаичные размышления об очень серьезной теме, как мы друг к другу относимся, почему мы друг друга недостаточно понимаем. Вот, кстати, о кофе у нас сегодня, да, кофейный, значит, завтрак, кофе. Замечательный совершенно эпизод, который у меня в памяти застрял. Хотя первый раз я попал в Японию, меня вот Сергей Леонидович, как корреспондент «Известий», впервые дал, первые представления мои о Японии сложились вот как раз вот с его легкой руки. Но потом, когда я первый раз уже приехал в Японию не случайно, не на три дня на конференцию, а уже пожить, мы с женой поехали в первые путешествия, остановились в маленьком отеле японском Рёхане. Вот, это такие отели, где гости спят на циновках татами, где им утром и вечером они надевают свои юкаты широкополые, халаты, где они утром, нет, вечером, скажем, уже пожирают прекрасную крошечную рыбку сираси. Вот, в общем-то, всё по-настоящему японское, никакой европейского, никакого европейского фейка. Ну, естественно, у меня жена спрашивает, а вот кофе, кофе мне, пожалуйста, хайк, говорит. Хозяйка отеля, хайк, говорит, хозяйка отеля, значит, семенит, 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 маленькими шажочками приносит, чтобы вы думали, ну, конечно же, зелёный чай. Понимаете, я сначала не понял, потом дошло. Это же национальная японская гостиница. Здесь никакого европейского, западного фейка типа кофе быть не может. Вот, а потом нас ещё как-то ещё в институте учили, что слово хайк по-японски означает, конечно, да. Так вот, да, это вовсе не да. Вот, да, это да или нет, или может быть, да, но. И, короче говоря, это значит, да, но у нас этого нет. Ну, вот, на слов вторую часть фразы у нас этого нет. Японца просто, ну, для иностранцев, перед иностранцем вымолить не могут. Между собой они там могут собачить, как хотят, но иностранцу сказать, у нас этого нет, это не можем. Ну, это невозможно, это нехорошо, это невежливо, это грубо. Вот, и отсюда, отсюда, это вам крошечный, маленький, вот этот мозаичный пример того, как мы друг друга недопонимаем. Понимаешь, мы говорим, а, а, значит, это значит. Нам бы хотелось, конечно, но, увы, этого нет и вообще быть не может в нашем замечательном отеле, потому что у нас все японское, ничего такого фейкового западного у нас нет. Так, и я хотел бы вам представить результаты действительно достаточно серьезного исследования, которое проводилось под эгидой РСНД. Так, у меня что-то, картинка не хочет не двигаться. Это можно и на пальцах, но это будет, да. Нет, нет, это недопонимание. А, это да. Нет, это китайские хакеры, наверное. Значит, у меня был такой соблазн показать вам множество таблиц. Таблицы я не буду, я их, вернее, с помощью РСНДшных айтишников переделали мы в графике. Поэтому, если я вам буду цитировать много-много цифр, а я обработал сотни-сотни, а может и тысячи таблиц опросов общественного мнения в России и в Японии, вот как мы относимся друг к другу, нет, не хочет у меня все-таки. А ведь бегала нормально. Вот. Но потом я подумал, что если я буду приводить много цифр, то сначала вы почувствуете легкую сонливость, потом голова пойдет кругом, и, в общем-то, ничего из хорошего из этого не выйдет. Поехала, да? Да, вот, Антон. Итак, да, значит, РСНД вдохновило это исследование с целью установить, почему же мы плохо друг друга понимаем. Значит, я хотел назвать фамилию Ивана Тимофеева, Тимура Махмутова, вот, Людмилы Филипповой, без которых бы это исследование не состоялось. И вышла книжка, ее презентация состоялась 15 декабря в Russia Today. Значит, образ России в Японии, образ Японии в России. Книжку можно не читать, но картинки очень красивые, и кое-какие я вам покажу. Итак, из чего складывается образ Японии? Я постараюсь не мучить вас с этими процентами, вот просто посмотрите на квадратики. По опросу сентября, опубликованного в сентябре 2016 года, это вопрос в ЦИОМ, самые типичные ответы, как вам представляется Япония, о чем вы думаете прежде всего, когда говорят слово Япония? Это сильная экономика и развитая технология, что-то там 82%, не вижу. Богатые традиции, следующий квадратик, видите, оливкового цвета, богатые традиции, истории, культура, 84%, красивая природа, 69% ответов, новая культура, аниме, мода, кухня, вот, страна, которую трудно понять, 41%. Это опрос россиян в различных городах, в общем, вполне репрезентативный, небольшой опрос, 1600 человек. Демократия, либерализм, значит, после войны идет по пути мирного государства, военная сторона думает 35%, это немало. Сторона, которой стоит опасаться, 23%, тоже немало. А вот такие культурные феномены, которые, прежде всего, приходят в голову россиянам, когда говорят о Японии. Ну, это свободные ответы, что вам приходят в голову, когда говорят о японской социокультурной сфере. Значит, это кухня, там, 70 с чем-то процентов. Архитектура для меня удивительна была. Ну, хотя, действительно, кто был в Японии, действительно, архитектура классная, своеобразная. Образ жизни, чайная церемония, церемонии 72%. Сумо, боевые искусства, 61%. Икебана, 56%. Моды, 50%. Бонсай, литература, традиционный театр, ноу-кабуки, кино, киносериалы, каллиграфия, традиционная музыка. Вот аниме 30%, компьютерные игры, музыка, джей-поп, 23%, и японские манго, 21%. Такое наше представление. Это несколько более старый опрос проводился в Иркутской области. Люди писали по несколько слов, которые приходили им в голову. Что такое Япония? Ну, первый ответ. Это японцы. Второй ответ. Специфическая внешность, передовая техника, автомобили, ну тут, да, и роботы, и Тойота, наука, электроника, и что меня совершенно выбило. Вот 1% ответил, что, когда говорят слово Япония, привод приходит в голову Самсунг. Как вы знаете, корейская фирма. Но, тем не менее, в Иркутской области 1% считают, что Япония это Самсунг. Правильно делают, потому что японские технологии. А, собственно, точно. А вот, кстати, Аякутзе тоже 1%. Так что, такое сознание Аякутзе занимают в представлениях и Японии, как и Самсунг. И так, а все-таки есть и какие-то изменения в нашем общественном деле. Вот это очень-очень интересная табличка, ее действительно надо изучать. Кто был главным виновником в развязывании Второй мировой войны в глазах россиян. Вот нижняя, видите, панелька Германии, это все понятно. В 2003 году 84% считают, что Германия развязала Вторую мировую войну. И в 2014 году 82%. А вот посмотрите, что случилось с Японией, вторая страна. Значит, в 2003 году зелененький столбик, да, 12% считали, что Япония развязала Вторую мировую войну. А в 2014 году уже только 2%. Представляете, как-то, а, да, вот это интересная цифра, то есть, вот это вот нападение на Перл-Харбор, вот и все эти страшные события войны на Тихом океане, и они отошли в сознание российского народа куда-то на задний план. Дам право, кстати, сам верхняя строчка есть, и 3% считают, что Советский Союз развязал войну. Ну, это тоже психологически понятно, это сегодня мы не будем обсуждать, откуда такая цифра берется. А вот это замечательное, перевернутая такая пирамидка, треугольник. Итак, какие страны недружественно настроены к России? И это вопрос 15-го года, который проводил группа Института социологии Российской Академии Наук. И, посмотрите, ну вот, недружественно относится на первом месте вверху этого треугольника, это Соединенный Штат Америки, 74%, а затем идет у нас Украина, городок 30%, Германия 19%, удивительно совершенно, я думал, что мы ближе к Великобританию, Польше, и вот перед, после Грузии 8% идет Япония, 6%, потом Китай 4%, как недружественные, враждебные страны. Вот удивительно, Япония на 2% отстает от Грузии и, значит, гоняет на 2% Китай. Здесь тоже можно порассуждать, но вы, значит, просто у нас нет времени для того, чтобы это все анализировать более подробно. Итак, а есть ли угроза нападения? А если есть на Россию, то с чьей стороны это, опять к мнению, россиян? Так вот, в 1990-м году сверху смотрим, Китай. 5% считали, что Китай может на нас напасть и 1% сейчас, вернее, в 2015-м году думали, что Китай может напасть на Россию. Япония в этом списке стран на втором месте было, вернее, в 1990-м году 6% считали, что Япония может совершить военные нападения на Россию. Сейчас, в 2015-м году, 0% нет у нас таких людей, которые считают, что Япония может совершить военное нападение на Россию, что приятно отметить. Япония это не враг, не противник. А посмотрите, тут не так уж далеко. Украина в 90-м году 0%, сейчас 10%, ИГИЛ, ИСЛАМОВСКОЕ государство, 0%, ну тогда его не было в 90-м году, сейчас 10%. Но, интересно, Германия 23% удивительная цифра, ну вот, США, страны НАТО с 19% до 53% подскатила цифра, что очень и очень характерно. Потому что Германия выходит в НАТО, не страшно? Нет, это не страшно, потому что опросы, а вот, а это техника опросов, понимаете, это, это сложнее, чем неорганическая химия. Вот, нет, потом тут выборочно, конечно, тут есть, должна быть, и Великобритания, и так далее, но я отбирал самые показательные, самые такие яркие цифры, которые дают представление, это не представление о действительности, о реальности, надо вы понимаете, это представление о том, что вот у нас в головах, это как мы, как народ, как нация, как вот эта социокультурная общность, видим вот эту картину мировую. То есть, опять-таки, это к реальности имеет отношение такое, посредственное, это наше сознание. Итак, вот это поступательное движение, развитие наших отношений испытало действительно очень серьезное, мощное, испытаем мощный такой вот удар в 2009-2010 году. Летом 2009 года японский парламент одобрил поправки к закону о специальных мерах по содействию решения вопроса северных территорий и подобных ему, в которых содержится положение принадлежности четырех островов Японии, о том, что все четыре острова и трубку на Ширши, Катархаба-Мая, является исконной японской территории. Значит, наша пресса очень подхватила, так сказать, дала сильный, мощный отпор этим и состоялся, значит, наш великолепный, ответ на это, великолепный, я не считаю его очень удачным вариантом ответа, это поездка в тогда еще президента Дмитрия Медведева на Кунаширов. Это было, по-моему, сейчас красный, не видно, 1 ноября. В меру. Адам, в 10-м году, в 10-м году он был президентом, он был президентом, потому что Владимир Владимирович вернулся в 12-м году, а в феврале 2011 года тогдашний премьер-министр в Японии Наото Кан назвал визит Медведева непростительным оскорблением. Вот тут началась та самая перепалка, которая сильно воздействовала на общественное мнение и России, и Японии. Да, спасибо. Опять чуть-чуть заела. Держим. Моя личная позиция, я опять-таки хочу подчеркнуть, что это личная позиция моя как следователя, что это был не самый, наверное, удачный шаг. Я хочу особенно подчеркнуть, что любой человек, а уж тем более Дмитрий Анточ Медведев имеет право, имеет абсолютное право придвигаться на современной территории. Это можно хоть каждую пятницу выезжать на уикенд на рыбалку на эти острова, и это право никто под сомнение ставить не должен. Однако с точки зрения наших взаимоотношений с японскими нашими контрагентами, партнерами и так далее, это очень сильный удар такой резкий, наотмашь, по общественному мнению, по настроению, и действительно в Японии, если вы посмотрите на кривые, покажу, что там просто так обрушилось доброе отношение к россиянам вот именно в 2010 году и сейчас мы медленно-медленно вот степ-бай-степ и по и по выполняем из этого вот состояния вот этого шокового несколько. Замечательная таблица, как россияне в целом оценивают отношения между Россией и Японией. Значит, посмотрите, что так не о цифрах постараюсь не говорить, вот нижняя густо-зеленая полосочка это дружественные, хорошие, добрые отношения. Из 2008, когда это было 7%, это спустилось сейчас до 2-3% вот в 15-м году. Светло-зеленые чуть повыше это хорошие добрососедские. Посмотрите, гораздо более мощная, интенсивная синяя полоса значит, нормальные и спокойные и, как вы видите, вот тогда в 2010 году здесь показано 14-й год резко увеличилось мнение, что это прохладные отношения. естественно, посмотрите, как вот светло-красные это напряженные отношения и темно-красные враждебные отношения. Вот как мы постепенно выползаем вот из шоковой ситуации 2010 года после визита Медведева на Кунашир. там еще был визит, который уже не так не имел такого резонанса, потому что пресса не так интенсивно обсуждала этот вопрос. Как россияне относятся к вопросу передачи Японии спорных островов? Да, я пытался долгое время доказать, что мы не можем решить проблемы северных территорий потому что значит это нерешаемая проблема просто у нас недостаток доверия друг к другу и кстати слово доверие это ключевое слово в российско-японских отношениях и для японцев вот слово доверие синра и семьё имеет особое такое психологическое значение без доверия нельзя строить отношения никак в российском сознании доверия ну более аморфное здесь толкуется по-разному ну так вот посмотрите вот верхняя кривая это число россиян которые категорически против передачи Японии каких-либо российских территориях посмотрите пик в 11 году это 90-91 процент ну сейчас как-то немножечко сейчас 78 процентов последний опрос общественного мнения в 16 году в августе 16 года нет он был в мае опубликован в августе 16 года показывает что 78 процентов россиян категорически против передачи японии каких-либо территорий вот согласны на передачу это самая нижняя кривая это синие это вот сейчас 7 десятами процентов россиян согласны с тем что надо что возможно передачи японии при каких-то условиях территории так как будут относиться к президенту если он решит как изменится уровень доверия россиян путину если он решит вернуть японии спорные острова снизу начинают смотрите вот такая тоненькая зеленая полосочка вот тоже 2 процента она и в 2000 году и 2016 году это 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 люди заявляют что значительно повысится доверие нашему президенту если он решит передать японии южнокурильские южнокурильскую гряду несколько повысится это вот более светло-зеленая полоса оставится синяя на прежнем уровне такая светло-синяя несколько снизится это уже зашкаливает за 20 процентов значительно снизится посмотрите какой мощный совершенно пласт ответивших что они не будут в той степени доверять нашему президенту если он решит проверять если он решит японии передать острова это опрос мая 16 года публикован в августе 16 года опрос лебады центра значит видим что расслабляется общественное мнение но абсолютное большинство либо категорически либо против любой передачи японии но дальше начинается самое интересное как вы знаете любая передача островов она связана с заключением мирного договора так вот нужен ли нам мирный договор с Японией или нет некоторые специалисты говорят а зачем мы и так прекрасно жили без этого мирного договора кстати еще знаете меня пугает что постоянно возникает такая аберрация сознания скажите Япония и Россия находятся в состоянии войны теоретически или нет да нет конечно потому что 19 октября 1956 года была подписана совместная декларация первый пункт который говорит о том что прекращается состояние войны между Россией между Советским Союзом и Японией и так далее но вот когда готовился визит Владимира Владимировича Путина в Японию в декабре я за два дня до визита включаю телевизор очень такой замечательный канал замечательный комментатор которого я очень уважаю в своей фирменной программе говорит Япония и Россия теоретически находятся в состоянии войны да нет никакого состояния войны это понятно но нормально ли состояние отношений между двумя государствами если нет мирного договора ну конечно ненормально поскольку это границы не являются международно признанными короче говоря это не только японская головная боль это и российская головная боль и как-то вопрос этот надо решать по многим причинам даже перечислять не буду потому что займет много времени ну вот посмотрите в России достаточно сильное осознание что очень важно подписать мирный договор нижние темно-зеленые полоса видите здесь 13-14 процентов считают еще верхнее довольно важно ну короче говоря половина россиян считают что нам нужно подписать мирный договор с Японией дальше не будем углубляться в этом а вот интересно вопрос тоже 16-го года мая левада центр что сейчас важнее для России подписание мирного договора с Японией и получение японских кредитов и технологий или с другой стороны сохранения в своем составе спорных островов южной части Курильской гряды вот здесь какая-то чертовщина начинается потому что посмотрите вот нижняя часть графика вот 21 процент считают что нужно подписать мирный договор и получить кредиты технологии ну то есть превратить восточную Сибирь и Дальний Восток в цветущий сад представляете там тайга вот утром просыпаешься и там цветущая сакура вот японские технологии скоростные магистрали в общем-то сейчас все на тойотах конечно катаются стареньких но тут будет вообще что-то какой-то земной рай ну казалось бы действительно было бы очень здорово значит сохранить острова считают красные полоса это больше но все-таки как-то уже такой вот сдвиг в сознании понимаете вот а вот если мы суммируем вопросы нужен ли нам мирный договор и нужно ли пожертвовать островами мы видим вот эту загадочную русскую душу потому что посмотрите всего там 5 процентов считают что нужно вернуть все четыре острова еще там 3 или 4 процента считают это светло-зеленая полоса можно вернуть острова в будущем когда наступит подходящее время вот синяя полоска видите резко она подымается наверх тоже порядка 7 процентов это можно вернуть два острова Хабамая и Шикотан это самые маленькие да острова значит следующая такая синяя полоса острова должны стать совместной собственности россии и японии наверное самые мудрые было бы решение самое реальное наверное и значит не нужно отдавать ни одного острова вот это вот ярко-красная часть этого поля значит по-прежнему то есть знаете вспомните русский замечательный фольклор не скатерть самопранку и емелью на печи вот как бы хорошо чтобы так вот проснулся а ведется процветил значит смысл такой мирный договор нужен японская технология нужна острова отдавать не надо в общем-то понимаете как бы вот получить чтобы капец самообразка но этим ничем не жертвуя психолог психологически это абсолютно выверено понятно тут короче говоря мы опять упираемся в тот же самый тупик но это еще одна таблица которая подтверждает по другому вопросу что значит большая часть россиян считает что острова южные гряды принадлежат россии это 100 человечков видите два ряда и еще там пятеро человечков синенькие считают что острова это российские вот а следующие красненькие почти два ряда это россия япония должны достичь договоренности по островам вот и вот смотрите один зеленый и такой человечек вот действует примастился это из 100 россиян считает один человечек что нужно дать острова японии достаточно наглядно но потом все не знают ну короче говоря возвращаемся к тому что острова нельзя конечно давать это поскольку абсолютное большинство россиян ну не желает этого но во всяком случае проблема крыма возвращение крыма в родной лоно так сказать она вызвала некоторые вот обострение страстей вокруг этого вопросы если вы посмотрите ну конечно же здесь каким-то образом надо найти мудрое и справедливое решение этого вопроса чтобы ни в коем случае не отталкивайте чтобы быть правдивыми не обманывать их но в то же время искать какие-то формы компромиссов эту картинку я привел вот это из острова Кунашир такой ну типичный пейзаж хотя остров безумно красивый действительно кто там был ну это по контрасту картинка Крыма просто здесь можно было бы проанализировать как они связаны еще очень интересный пласт проблем которые сейчас мы не имеем возможности обсуждать это проблемы обмена территории возвращения территории в истории нашей страны и мировой истории ну всем памятно вы так вас тогда еще не было наверное когда Аляску передавали продали за 7 миллионов вот были мы потеряли там в 18 года 3 марта Ленин подмахнул там этот Брестский договор когда в Европу ушла значительная часть европейской части России вот мировой пример который наиболее разительный это вопрос Синайского полуострова значит площадь Синая значит мы задумаемся она превышает не только Южные Курилы но и сам Израиль помните по результатам войны 73 года Израиль захватил Синайский полуостров вот и потом после нескольких лет мучений переговоров взрывов перестрелок все-таки согласился вернуть Синайский полуостров Египту кстати по площади напомним что площадь островов Хабамайши Катангу на широтуру составляет 5000 с хвостиком квадратных километров то есть замечательная цифра 0 целых забитая 0,29 тысячных территорий всей России значит вот тем не менее в этом случае как на карте видите Израиль пошел на обмен по формуле мир за территорией вот выводов никаких я вам не предлагаю просто хочу почерпнуть что были разные случаи когда государства различные ради укрепления стабильности мира так сказать возможности выживания собственного они шли на какие-то территориальные обмены то есть это не значит что вопрос закрыт как этот зуми нет это значит что вопрос он по-прежнему существует мы должны искать и очень иметь какой-то много толерантности много ждать какого-то изменения условий это вулкан чача на острове Кунашир который место называют называют чача-яма вот значит здесь очень много глубок вопросов экономических культурных психологических этнологических этнографических и так далее единственное что мое предложение не надо вступать с нашими японскими партнерами контрагентами в спорах по истории этнографии все время кто-то и айны которые коренное население это японцы или нет да нет конечно же это не японцы но понимаете когда вот вовлекаешься в эти правовые споры исторические у нас есть очень сильные аргументы есть замечательные карты есть замечательные исторические хроники вот у японцев тоже есть свои аргументы которые им кажутся гораздо более весом и так далее и мы не можем не признать что ты в этом есть какая-то термярная правда здесь нужно спорить но просто напоминаю вот скоро минет та полоса когда россии с 1945 года острова принадлежат уже большую часть времени чем японии согласно договорам и конечно вот есть возникнет психологическая ситуация три поколения представьте себе человеку который родился в сорок пятом году на этих территорий которые тогда стали прибрал так сказать в присоединил территории советского союза вот этому человеку уже 70 лет в этом году внутри поколения уже родилось уже так сказать вот российских людей на сегодня вечером как раз я получил приглашение на встречу с чесимским их оба майским народом чесима это японское название тысячи островов сколько остров там никогда не считаешь потому что как считать там скалы там не появляются пять тонн и так далее вот ну не знаю конечно это безумно человеческая симпатия к этим людям которые это культ могил предков и вот то что какие-то мы стараемся найти новые подходы разрешения посещения островов безвизовые так далее это все маленькие но очень важные шаги как-то вот навстречу более добрым отношениям но вы знаете вопроса это не решает поэтому вот я вот такую формулу сочинил вернуть нельзя оставить запятую пускай каждый два ставят по своему вот я считаю что конечно же вот так вот взять просто и отдать все в дынешней ситуации это полный абсурд вот а оставить себе и объявить что это наши народ вечные времена мое личное мнение тоже нельзя нужно очень терпеливо искать взаимопонимание такие формы сотрудничества но это все очень сложно это вот сказать мы хотим сотрудничать этого просто а вот замечательный план предложили в тринадцатом году это бывший посол россии и александр николаевич панов сейчас заведующий кафедре дипломатии ему и японский дипломат исследователь того кадурика сейчас он профессор киатурского университета пирс ангио дайдаку вот они предложили создать некий правовой режим который был бы не российским и японский вот что-то вот как нет нечто гибридные такую систему понимаете когда сели юристы стали разбираться а как понимаете как полиция действует что понедельник это российской полиции во вторник японская среду опять российская то есть конкретные формы найти очень и очень трудно россия и японии когда-то владели сахалином но потом по санкт-петербургскому трактату все-таки решили как-то разделить его то есть совместно владеть очень трудно но искать такие формы наверно возможно и так у меня нет времени поэтому буквально несколько слов как же японцы воспринимают россию вот если три кривые отношения к соединенным штатам красная кривая это те кто симпатизирует любит соединенные штаты вот видите 22 процентов китаю резкое падение ну причина вам известны это острова сын как у тебя увидел и проблема учебников исторических против чего выступают китайцы и вот отношение к россии нижние то есть только порядка 12 и 13 процентов симпатизируют россиянам это симпатии японцев соединенных штатам америке верхняя кривая до 82 и шестидесятых процентов это те кто симпатизирует ста семью кондируда и вот внизу это японская официальная статистика 15 и три десятых это те кто не любит американцев а вот теперь посмотрите совершенно как в зеркале совершенно это отношение к россиянам симпатия испытывают нижние чертова 13 4 они любят россиян восемьдесят два или девять десятых ну то есть те же самые цифры вставляете только наоборот причины можно разбирать у нас если будут какие-то вопросы я подробнее отвечу на это во всяком случае американцы здесь сделали много для японии далее какую-то далее технологические навыки дали конституцию далее свой ядерный зонтик дали надежду японцам не реки полагать японская надежда воплотилась в японском чуде значит к нам же вот когда разговариваешь японским они вспоминают это то что советский союз вступил в августе 45-го году в сорок пятом году нарушив вот папка нейтралитете но в этом редко говорит но это историческая правда и надо с пониманием относиться к этому японскому аргументу вот затем это японские военнопленные это 600 тысяч человек которые до сорок пятого по пятьдесят первый год находились в сибири ну там много нюансов они там были кружки русской песни там там было там были и ужасы были так сказать и какие-то человеческие проявления вот но всяком случае в памяти в национальной памяти японцев это как под острые доноза и вот мы не сделали такого что-то для японцев чтобы запала ему в душу как какая-то ну какое-то радостное ощущение вот еще раз таблицы зелененькой верхней части таки японцы которые симпатизируют нам ведь я самые 83 процента красные это так сказать те кто не любит недолюбливают не испытывают к нам симпатии вот и остается там порядка 12-13 процентов это те японцы которые к нам хорошо относятся почему хорошо относятся почему плохо относится во-первых конечно это образ вот этого медведи который вот может вывести из берлоги и обрушиться на крошечную маленькую японию всей своей тяжелой туши раздавить ее я это не я говорю это японцы так думаю это я просто титирую вот этого маленьких пример из японского учебника русского языка кто не видит что вы купили в магазине я купила водку вы часто покупаете водку ну что вы нет нет я только сегодня купила я сегодня сдала все экзамены это же праздник и вот видите там внизу подсказка и эрографическое значит это обидно конечно но вот такой социо-культурный стереотип сознание японцев он тоже укрепляется в том числе и с помощью таких учебников обидно что поделаешь ну вот и результате какая страна больше всего не нравится японцев ну зелененький первые три вида это вообще никакая страна особо не нравится то есть японии японцам нравится больше всего и слава богу а вот второй ряд это россия 7 15 и 5 десятых это россию считают что россии мне нравится больше всего а уже потом идет и рак значит соединенные штаты америки северная корея иран китай и так далее то есть вот этим надо работать вот эти за там и самые цифры в виде таблички и так самое главное нашего дороже конечно это вот это самая мягкая сила значит известен японский образ значит по тяжести снежного покрова ветка дуба обламывается а веточка сливы клонится распрямившись сбрасывать себя днем и в ноги если вы посмотрите прекрасно знаете на название японский и набор допустим делу дома это переводит буквально мягкий путь там джиу-джитсу правильно делаются это все-таки мягкий способ вот это только с помощью от наших великих достижений наверно русской культуры можно чуть-чуть как-то сдвинуть это отношение да кстати я никогда не забуду как ты шел по улице маленького городка какой-то на острове кисю и с одной стороны улице распахнуты окно там доносили звуки первого концерта чайковского с другой стороны распахнуты окно и давали звуки второго концерта рахманинова вот это 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 вот та самая наша тяжелые мягкое оружие которые так сказать у нас есть в силу психологических особенностей национального мышления японцы ну просто очень любит и пьесы чехова романа достоевского романа толстого потому что это смыкается с японской вот рефлексии восприятие окружающей действительности наш театр до наш мхат это японский так сказать но иду театрального искусства наших музыкантов приглашают всюду в японские вот консерватории музыкальные школы и так сказать лучшие японские скрипачи и лучшие японские пианисты это все ученики значит наших советских советской школы кстати еще даже не российской но можно ли с помощью от мягких способов переменить политическое отношение нет чуть-чуть где-то сделать небольшую подвижку но как показали китайские события когда молодые китайцы выступая против японцев жгли японские автомобили значит разбивали витрины японских ресторанов а подмышкой у них были японские манго японские журналы и так сказать при себе любви к японским аниме так сказать значит короче говоря политика и литература высокая там культура музыка так далее они не всегда совпадают они частично поэтому решить вопрос этой помощи нельзя и тем не менее знаете здесь вот эти личности которых японцы знают лучше всего как показывали опросы ну это сверху видите варимир владимирович то есть нет это кони и владимир владимирович сейчас кстати неправильно надо заменить сейчас уже юмая и акита и ну которые подарили путину любимая собака вот японцы обожают все эти вещи это плющенко плющенко наш значит замечательный фигурист которого знают это японцы это великий маэстро гергиев которого японцы считают общем то одним из лучших дирижеров мира кстати даже я как-то приехал но это было уже лет 15 назад на окинаву я включил телевизор и увидел вы знаете такую арену шарапова нашу диктор сюда вот я увидел ее лицо и страшно обрадовался до начинаем очередной урок русского языка так вот японцы мы и сейчас уже нет наверно экранах тогда а тогда японцы просто включали чтобы посмотреть как она выглядит потому что ну о арене айонова юморная айонов на у нее какие-то все видно там строение лица чуть-чуть что то есть восточные что им по японцам очень фонирует нравится вот то есть есть у нас какие-то каналы по которым для чего нету по-моему нет денег достаточно потому что японский фонд он вкладывает громадные деньги в развитии связи в стипендии студентов в организацию выставок и так далее у нас нету русского центра полновесного но сейчас вот садовничий ректор съездил это подписал на 20 университетов соглашению что студенты будут ездить в японию то есть японские студенты будут к нам приезжать но понимаете мы делаем еще первые неуверенные шаги в этом направлении при той мощи советской русской старой русской новой русской культуры значит она используется нужно кпд этого используем буквально там наверно несколько процентов ну так то нужно все это приводить какую-то форму и вкладывать деньги действительно симпатия наверное стоит денег вот ну на этой ноте я хотел бы закончить очень много хочется еще сказать и наверно какие-то будут вопросы спасибо что вас таким вниманием все это выслушали я долго трюбил немножечко но сейчас спитаете для не успею раскрутаться что значит академическая наука вместо 15 минут час это вы кофе пили ну да шучу конечно спасибо замечательные цифры я вот многие для меня тоже были в откровении но из всего того что говорил мой давний товарищ и друг с которой мы познакомились еще в известия много-много лет назад в восьмидесятом году вообще страшно 1980 не 800 не 800 древний но не столько да сергей вот из того что он говорил следует одна простая вещь из тех табличек и цифр которые он показал ничего у нас не получится с японцами по одной простой причине потому что как был в основе нашего взгляда на японию имперский подход так он и остается потому что вот все эти показатели и вызывающие моего коллегия удивление расхождения хотим мирного договора не хотим отдавать острова это о чем свидетельствует только в одном что я понимаю под имперским подходом мы не готовы никаким компромиссом снова наши и привыкать выходите наложили отношения налаживайте не хотите обойдемся без вас один процент который там фигурировал который выступает за передачу остров в японии он же на самом деле стимулируется и нашим уголовным законодательством как вы знаете с позапрошлого года даже обсуждать этот вопрос стоит пять лет по уголовному кодексу потому что это может трактоваться как попытка нарушения территориальной целостности российской федерации поэтому я знаю немного людей сегодня которые даже мысли определенным образом готовы рискнуть с учетом наших православных активистов и всего прочего на эту тему порассуждать я тем не менее рискнул по одной простой причине чтобы восстановить некие вещи сергей об этом говорил коротко о том что у японцев свой взгляд на эти вещи мне хотелось бы на нем немножко заостриться по той простой причине что не понимая и не зная японских исходных нам никогда действительно по-настоящему не наладить отношения с этой замечательной страной и великим с моей точки зрения народом который ее населяет так вот ну начнем с небольшой погрешности допущенной моим коллегам на самом деле еще не мы не владеем этими островами больше чем японцы если считать формально с 855 года с путятинского договора у нас еще есть десять лет не не десять а извини 30 чтобы сравнивать время летит быстро вот что будет через 30 лет мы не знаем так вот чего японцы нам не могут простить помимо тех позиций которые перечислил сергей да во первых то что мы нарушили договор о нейтралитете безусловно и повели себя совершенно неподавающим образом с точки зрения представления о чести порядочности и вообще там как должны строиться международные отношения вот эти самые злополученные острова которые мы к себе забрали мы их забрали уже после того как япония капитулировала об этом у нас тоже мало говорят у нас принята точка зрения что южный курилы полит и кровью русских солдат там ни одной капли крови русских солдат на самом деле потому что была наступательная операция шли с севера по и серьезные были на промушире это было в самом начале вот а когда забирали южные курилы япония уже капитулировала и фактически там просто наши приехали по приезжали принимали капитуляцию и дальше шло выселение людей которые там живут так вот у нас об этом не говорят а японцы этим живут и по этим двум позициям произошло самое печальное с точки зрения японских представлений о правде жизни вещь был нарушен но не просто военный кодекс а кодекс победителя потому что в японских представлениях у победителя и у побежденного есть определенный круг обязанностей победитель да он признается победителем но он должен быть великодушен он не должен пользоваться своими какими-то вещами он не должен добивать партнера и так далее то есть соблюдать какие-то принятые среди японцев черты но для нас это может показаться такой страноведческой дикостью но существует замечательная деталь в японии если брать период с послевоенного 45 по по моему чуть ли не 2000 год не разорилась ни одной компании то есть да были банкротства и так далее но окончательного убийства компании не было потому что дальше шло или слияние или поглощение или какая-то это все трансформация вот этих представлений одобре и зли упавшего никогда японцы не добивали и всегда если наша история исходит из того что мы сильные мы правы и то что я называю имперский подход у японцев вся история и отношение внутри страны и за рубежом основана на компромиссах в основе всегда должен быть лежать компромисс потому что наличие жестко обиженного предполагает слабость конструкции они это исповедуют и наверное это справедливо такую точку зрения можно принять они с этим давно жил мы справедуем другую точку зрения и имеем то что имеем вот этот комментарий к высокой политике и если же говорить об истории отношений то вот это катастрофическое непонимание и но некоторые высокомерия которая всегда была в россии по отношениям с японцем она с японии она ведь преследует нас со дня знакомства когда туда при впервые приплывали наши замечательная история про юнону и авось про которую поставлен мюзикл мы все его любим у марка захарова и замечательные наши первопроходцы с японской точки зрения абсолютные бандиты которые в общем на самом деле разорили японские торговые поселения ограбили жителей забрали кузну все спалили и дальше свалили усвоясь я помню когда я уже работал в аганде мы напечатали тогда впервые эту историю был шквал да вы что это разоружение там чуть ли не наших национальных скреп ну причем здесь скреп и если правда такова и вот с этих мелких скажем так с констатацией этих разниц трактовок мы вот так и шли в наших отношениях и успешно продолжаем это делать уже несколько веков например поразительная вещь вот у нас там считают виновата была япония не виновата мало кто знает о том что в годы первой мировой войны мы вообще были союзниками был такой краткий период небольшой но очень важный в наших отношениях когда российская империя и японская империя были союзниками и более того замечательные победы русского оружия скажем осени 16 года и так далее знаменитый брасиловский порыв он был бы невозможен без японских вооружений если бы не было японских винтовых корица как если бы не было тяжелых галбичных оружий и так далее переброшенных спешно закупленных и переброшенных потом на западный фронт не было бы много из того чем мы сегодня гордимся об этом мы тоже ничего не знаем и недавно есть такой замечательный японист константин саркисов он написал большую книгу как раз про столетие двусторонних знакомств и отношений и у него отдельная большая глава была как раз вот этот наш период малознакомый опять же когда мы ее напечатали в рамке произошло нечто невообразимое потому что все писали что это неправда ну как же неправда вот мы фотографии японские галбицы стоят на позициях наших дивизий на германском фронте нет этого не может быть но вот к вопросу о том насколько мы готовы или не готовы воспринимать даже очевидность которую было и на самом деле то что происходит сегодня очень печального для людей которые бывали в японии знают что это такое и убеждены для сергея тоже и для меня то как подаются наши отношения наших средствах массовой информации те акценты которые выставляются те реминисценции которые мы слышим а на самом деле иногда за это стыдно иногда смешно но по подавляющим большинстве случаев свидетельство потрясающий ну не готовности хотя бы покопаться и разобраться в том что на самом деле что значит ведь мы застали славный период когда была скажем такая профессия как международная журналистика сегодня ее просто нет международная журналистика занималась тем что люди которые работали на том или ином направлении изучали страну ее культуру традиции так далее там было этнография или национальный характер и все что угодно и и по крайней мере грубейших ошибок не было и это избавляло от каких-то неловкостей которые происходят всякий раз сегодня очень часто случаются потому что исчезла профессия исчезла вместе с тем вот та сфера компетенции которая была необходима для контакта с внешним миром это большая головная боль с моей точки зрения и если мы хотим выстраивать отношения не только с япониями а по другому периметру по внешнему надо заниматься прежде всего вот этим работать над собой и растить когорту людей которые будут понимать что с ними происходит для меня например шоком было совершенно 2002 года вы помните был чемпионат мира по футболу который проводился в японии сам не знаю совместно скорее так вот маленькая деталь о которой не знают о которой об очень многом говорит так 2002 год у нас расцвет экономические все на подъеме и в японию все олигархи русские это я знаю точно буквально все пролетали неоднократно разными портами и все прочее посмотреть футбол поучаствовать международные тусовки и так далее так вот поразительная вещь состоит в следующем ни у одного из них не было ни одной деловой встречи в японии ни у одного ни одно надо комментировать или понятно чем это свидетельствует ну мне кажется комментарии здесь излишне это говорит само себе а а первый контакт в новой россии который пытался выстроить сегодня скажем мы не покойные но достаточно интересный человек и неординарный по своим возможностям я имею ввиду бориса березовского не состоялся по той причине потому что он пытался зайти и выйти на контакты с япониями через группу вот она действительно базируется в японии но она корейская борис обратно читал не знал и считал несущественно ну раз там значит там и зайдем и ничего не получилось совершенно справедливо и вот об этом повторяю надо очень много думать потому что заниматься безусловно важно дипломатическими историями обменами изучением документов это интересное занятие но не глотное а главное занятие должно быть как мне кажется для всех нас и я надеюсь что для вас если вам интересен сюжет все-таки докопаться до каких-то пониманий того с чем мы имеем дело мы имеем дело с уникальной не только культуры но и образом мысли и начинать нам надо мне кажется с того что дело не в том что японские японцы другие люди прилетели из космоса они не просто живут по-другому они мыслят по-другому и вот с этим надо что-то делать можно делать только одно это надо понимать когда начинаешь об этом говорит люди говорят мы все одинаковые ну нет нет изначально из пеленок нет чему учит русская мама своего ребенка когда он растет она ему объясняет это можно это нельзя мы все выросли то и наши дети растут и внуки чему учит японская мама своего ребенка с пеленок она ему объяснять это правильно а это неправильно вот там и ключ с которого отмыкается вот эта вот история японцы это народ который выставил свою жизнь простым образом существует набор правил которые обязательно к исполнению всех это можно называть роботизированным подходом а можно наоборот в высшей степени социальной ответственности почему легко с японцами с друг с другом и почему они свою страну любят больше чем любую другую да потому что они понимают что можно ожидать от человека любого человека который находится рядом практически нет неожиданности в этом же кстати ответ почему они любят русскую литературу скажем тестоевского того же да по одной простой причине потому что там описываются коллизии и душевные состояния которые японцу просто не они невозможны в японской жизни вот эти все метания духа там я тварь рожащий или право имею вот прочитать об этом интересно они уходят в империи поступить так жизни практически никогда поэтому не надо покупаться на любовь японцев к нашей литературе культуре они ее уважают да но именно потому что это совершенно другое но вот они читают для их это такой фэнтези экзотика экзотика да вот в душевном состоянии фэнтези ну и все прочее и и понимаете если мы не не будем из этого искать вот сергей упоминал замечательно начал свой рассказ с разговора у река у меня был изумительный эпизод в река не это было по дороге нагасаки достаточно глухое местечко приехали туда ночью оставили машину заселились когда селились человек на на приеме сказал что вот вы иностранцы вы вам даем самый лучший номер в нашей гостинице красно я бы когда со своим японским помощником сергей упомнят куда сам изумительно изумительный был человек дед такой который прошел через наш плен и через все прочее но при этом остался таким человеком который любит россию я его отправил спать и сам сидел там что-то внизу писал после этого я поднимаюсь уже больника наверх света нет я пытаюсь что-то там нащупать не получается я включаю свет и огромная страшная тварь летит на меня вещь от крыльями я не удержался вскрыть проснулся буду сам что такой кто-то здесь залетел он говорит а это ведь муси открывает окно и выгоняет эту историю наружу закрывает мы спокойно спим на следующий утро едем спускаемся расплачивать я расписываюсь там на каких-то бумагах и вдруг сверху а за нами поднимается убирать нужно сверху ну просто душераздирающий женский крик такое ощущение что ее насилуют 50 человек кричит разобрать ничего потом про это муси пропал пропал муси что его туда сбегается все гостиницы выясняется что в самом знаменитом номере этого отеля который нам посвятили главная достопримечательность этого номера это сверчок который живет в этом надо он живет там в каком-то 54 поколение но вместо того чтобы им полюбоваться и отметь мы его выгнали свечок был утерян для общественности для этой гостиницы и для всего то есть слезы что вы думаете мне пришлось заплатить штраф 20 тысячей на 200 баксов это серьезная идея но к вопросу о том как каковы точки отсчета могут быть разные и насколько надо понимать какие неожиданности могут подстерегать в разных вещах если уже договорились о смешном я не могу не вспомнить об одном человеке которого японцы знают по сей день даже хотя его уже нет а славе растраковича говорю слай потому что мы дружили долго у него была изумительная и очень пикантная история он очень дружил с великим японским дирижером отзавы до более того он ему помог вернуться в японию там фантастическая была история расскажу ее коротко потому что она говорит о японском характере значительно имеет молодой отзава его поставили руководить симфоническим оркестром н.х.к. ну это как наши гости ли радио и придя на первую репетицию девятую симфонию битковина они готовили он наорал на на первую скрипку молодой был сорвался и все прочее на следующей репетиции его пробайкодировал весь оркестр так продолжалось все время пока шла подготовка девятой симфонии и наконец исходная точка должно прозвучать это произведение он приходит в зал оркестры нет публики нет что что делает отзава япония он один дирижирует всю симфонию после этого уезжает из страны на 25 лет с его возвращением занимался растропович который ценил его талант и долго налажил эти мосты в конце концов договорился отзава возвращение было триумфальным но история о которой я рассказываю случилось несколько позже потому что юбилей был у отзавы роскошный прием в отеле оквора один из самых престижных токио и не пожалуй да и растропович естественно в числе гостей а я при нем тоже становлюсь как бы часть видов мероприятия и вот я захожу к слове в номер то что он тоже живет в отеле оквора ну значит мы с ним выпиваем по чашке кофе и надо спуститься вниз потому что это все происходит в зале приема в лобби на бе-1 мы садимся в лифт четвертый этаж на первом этаже лифт останавливается и в лифт завозят бабушку японскую бабушку на коляске еще заходят какие-то люди все очень одеты вообще японцы которые готовятся к это достойное зрелище это все с иголочки ухоженные и так далее и слава глядя на бабушку в коляске бросается к ней с криком мама сан и начинает ее слова все оторопевшие японцы в лифте теряют просто лицо почему потому что мама сан это женщина которая держит увеселительное заведение в японске это какой-то а он она действительно это мама отзавы было ее привезли на коляске ну слава этого не знал поэтому обратившись к ней мама сан то есть люди которые стояли в этом лифте они у японцев когнитивный диссонанс известный человек с афиши бросается в этой женщине инвалидом кричит ей мама сан никто еще не может понять я пытаюсь объяснить что он не то имел ввиду становится еще хуже ужас маленькая деталь но но очень характерно вот эти опасности они подстерегают с нашей точки зрения это как анекдот я сегодня рассказываю вам смешно мне весело вспоминать для японцев иногда это это может быть и очень часто бывает очень важно и любая мелочь не учтенная будь то в переговорах в уровне представительства и в каких-то деталях или даже в оформлении бумаг она иногда может решить исход дела мы говорим они о важности японских технологий и всего прочего безусловно важно но мы должны понимать одну простую вещь что в контактах с японцами при всех наших соблазнительных ресурсных возможностях и планов гармонию чем мы живем десятки лет у нас нет прямых контактов на руководство японских корпораций все люди которые выходят на на переговоры это люди третьего четвертого иногда пятого эшелона и пока мы через эту прокладку не пробьемся пока сюда не начнут ездить реальные хозяева и люди которые под номерами один и два значится в крупных японских компаниях нам ничего не стоит будем получать только то что японцы нам готовы да и это тоже деталь над которой надо работать почему не пускай ну да с одной стороны это отражает вопросы которые были то есть уровень доверия не слишком высок на чем-то обожглись что-то не считают необходимыми и так далее я это все к чему чтобы не затягивать слишком долго потому что все уже ждут запад ситуация такого что как ни печально с обоих сторон как японцы в отношении нас так и мы в отношении японцев мы сегодня просто не созрели для серьезного разговора и продвижения вперед потому что мы исповедуем и тешим себя надеждой что все равно все придут к нам потому что у нас металл газ и прочее прочее вообще в этом состоянии можно пребывать неизбежно был и о том что японцы прошли эту стадию когда все это им было необходимо и опять таки без нашей готовности к компромиссу там тупо в чем-то поиском решения о чем сергей говорил невозможно также из их точки зрения вот это ощущение того вот скажем последние там годы мы выступаем за то что россию должны уважать японцы тоже самое могут сказать и в отношении нас в российско-японских отношений надо уважать их представления не только прекрасно о том как правильно должно быть все устроено о том что надо за какие-то вещи приносить извинения скажем самым сильным моментом вот в новых отношениях уже новой россии японцы по сей день считают один маленький эпизод это когда ельцин приезжал был с визитом в японии в девяносто третьем году и извинился за гибель японских военных пленок в нашем плену это было давно но об этом помним по сей день потому что это был тот шаг которого ждали много десятилетий вот нам бы рассчитать такие шаги которые не больны для престижа на самом деле полезны которые на самом деле не ущемляют нашу гордость а говорят о том что мы готовы что мы цивилизованы и можем перерастить и предрассудки в которых выросли и тогда все у нас получится когда у нас получится вот это все я правда не знаю спасибо вам большое уважаемые коллеги сейчас будет возможность задать пару вопросов и я думаю что буквально пару потом просто уже перейдем к информальной части пожалуйста спасибо большое за такой интересный рассказ насыщенный который дает пищу размышлений меня зовут марин жарши и ведущая я в свой год взяла в японии как раз год когда проходил чемпионат кореи и японии совместные 2001-2002 год я работала жила в японии знаете вот я хочу сейчас вам задать такой вопрос 2018 год а первым годом культурным годом в россии в японии японии в россии скажите пожалуйста вот мы можем надеяться что этот год как-то сблизит страны да то есть уже намечено много мероприятий в рамках культурного года как в россии так в японии это раз вот все-таки будет ли это какой-то шаг наверное навстречу другу потому что вот мы говорим да в россии мы много не знаем японии много не понимаем каких традиций нюансов сюрпризов да говорят уж действительно они возникают каждый день в жизни но ведь это двухсторонний процесс да очень важно чтобы и японцы тоже хотели это понять открывались бы и понимали что мы разные да но тем не менее есть какие-то у нас общие ценности общие интересы любопытства по крайней мере другого это первый вопрос второй вопрос вот сергей вы сказали по поводу того что у нас нет контактов на уровне первых лиц больших корпораций но здесь вот тоже особенность японской деловой культуры в этом проявляется потому что это консенсусные культуры вот если мы в своих переговорах мы хотим мы быстро любим договариваться быстро принимать какие-то решения и быстрый результат и общаться с первым лицом да потому что все вопросы решает человек номер один в японии немножко другая ситуация потому что там консенсус то есть сверху вниз вниз внизу вверх в середине все 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 уровни должны пройти пока босс примет решение и поэтому сюда приезжают люди скажем хороший средний менеджмент да вот такой вот для того чтобы принимать решение потому что эти люди принимают первоначальные же потом они идут дальше ну собственно может быть вот нам не нужно комплексовать по поводу того что мы имеем дело с менеджерами среднего звена да и не выходим на корпорации просто немножко как бы тоже подход такой менять ждать поскольку быстро ничего не делается японцы долго принимают решение но быстро его исполняют вот может быть здесь тоже нам нужно научиться вот этот вот темп какой-то да взять и приспособиться к этой деловой культуре и тому как там ведутся переговоры спасибо ну да начнем с последнего когда я говорил об этом дело не в том как устроен японский менеджмент хотя вы правы консенсусное решение и центральное место занимают крупных корпорациях не главы а то что называется качо да то есть начальник я делал потому что без эквиза не проходит никак не любое другое решение я говорил немножко о другом виноват надо было прояснить скажем когда вот сейчас путин ездил в японию последний раз это было в декабре параллельно проводился большой раунд таких деловых мероприятий кто организовал этот раунд с японской стороны я когда узнал мне было очень стыдно компания ротобо это сергей знает это это ассоциация которая занимается отстаиванием интересов мелких и средних компаний торгующих шарпат рыбам с россии когда приезжает президент и деловая часть визита организуется такой компании вот это именно тот случай которым я и говорил и но я не отказываюсь от того что сказал потому что да у японцев устроено это таким образом у нас то другим да но к нам может приехать меня несколько начальников талантливых которые будут формировать это решение но о том состоится ли она вообще у нас будут решать люди определенного уровня которые разговаривают с определенным уровнем вот это ровно та история о которой я и говорю и наконец еще один вопрос касающихся деловых вещей очень серьезный недостаток наших экономических отношений состоит в том что у нас минимальное количество контактов и контрактов связывающих напрямую крупные российские корпорации с крупными японскими как правило огромное количество прослоек с японской стороны вы представляется то есть это не прямая компания может быть ее торговое подразделение и там еще какой-то субподрядчик это торгового определения это о чем говорит они до сих пор опасаются выходить на уровень прямых отношений и во-первых поскольку не очень защищены и опасаясь проще говоря опасаясь шокина отсюда вот это вот и шалонированная вещь преодолеть ее можно выправить требуется долгое время и поиск новых механизмов так что справедливое то что вы сказали на справедливое то о чем я говорю тоже а что касается до будущего года но сейчас сергей тоже об этом скажет ну раз уж я узурпировал слово понимаете какая история уникальность ситуации в том что впервые на должности премьер-министра в японии сегодня человек задержался на много лет в принципе для японии мнение не характерно то что сейчас ему продлевают еще на два года однопартийцы возможность эту побыть на посту премьера ну да и с этим связываются все надежды в том числе и и те которые он подогревает внутри японии я имею ввиду премьер-министра госприна что произойдет какой-то прорыв с моей точки зрения не надо обращаться никакого потому что для прорыва нужны две вещи либо чтобы мы изменили свою позицию либо чтобы японцы и изменили кардиналь не то не другое невозможно и путин и все другие сказали тем более после крыма и обращаюсь к началу своего выступления на фоне уиллогой статьи никакого пересмотра вот два острова по 56 максимум что мы можем отдать но для того чтобы японцы взяли они должны отказаться от собственной позиции сказать все мы не хотим уже четыре года эти два как только это скажет премьер-министр рабы он перестанет быть премьер-министр вот тут вопрос что будет происходить дальше и как он будет этот фон я уверен он будет очень благоприятный будет будет обмен визитов наверное запустят каких-то пару серьезных контрактов которые выгодны японскому бизнесу в первую очередь все это произойдет но радикальных подвижек мне кажется пока не случится я не знаю может сергей по-другому думает да нет в общем то все правильно сказано я только хочу два штриха добавить по поводу как контактов бизнеса я как-то в начале 90 годов прочитал а нет я не читал я сидел и правило в то что писал все где лагидович я сидел в москве в редакции он там стойки вот и не запомнился один пассаж о такой достаточно пессимистический сергей брал интервью у японского бизнесмена среднего представитель среднего бизнеса и разговора зашел под взятках и японец говорит ну я понимаю взятые взятка 90 года вы помните это какая была ситуация я готов давать все взятку российским учауником какой-то ужас если я даю взятку где-нибудь там в америке там или не знаю в индии идут навстречу делать все что положено но вот я даю взятку российского чиновнику и он ничего не делает а как можно работать в такой обстановке вот там много чего можно написать вы были какие-то пара нападений на японских бизнесменов в ладке брелем бизнеса был даже до в общем-то в японии все это журналистское братья японская все это так сказать вот собирала вместе подавала как это значит пафосно и я помню представитель джеттера в москве у вас сам меня говорил почему-то ваши бандиты думают что все японцы богатые вот я бедный японец говорит у меня небольшая зарплата почему я боюсь ходить по москве это старые времена это 90-е годы короче говоря вот старый стереотип он сохранился в россии нет надежного законодательства то есть она есть она очень такое строгое но она меняется каждый вот так вот меняется меняется без предупреждения и вот как играть в футбол когда ворота передвигают с места на место вот как японцы это невозможно значит это надо проанализировать когда приезжает делегация какая-нибудь японская хочется ее встретить вот люди начинают бегать а вот в встрече чтобы было обязательно где-нибудь у нас государственной думе но у нас воздумцы люди очень залитые гордые в них ну нет времени у них они говорят извините вот даже в ресторан сходить с японцами как и вот очень обижаются кстати вот то есть он нам еще много много надо так ждать и прорыва вот в связи с перекрестным годом культуры нет конечно никакого прорыва не будет будет очень маленький но важный шаг вперед для того чтобы понимаете вот немножечко вы когда-нибудь видели в японии когда встречаются два человека и кланяются ну естественно 1 они кланяются друг другу разгибается младший значит я первый разгибает старший младший ждет пока его партнер да но также по службе начальник 1 раздевается подчиненный ждет а вот если как-то и наблюдал сценку меня тоже потрясший до глубины души это узкий переулочек переходила два престарелых японцев обувь веленные сединами обуви на комп положение и тогда и планирую друг другу движение становилось двух сторон машины терпели вы ждали и вот они вот так вот так понемножечку так чуть-чуть чуть-чуть капельку вот так вот из-под логи глядят друг на друга это вот разгибались после этого поклона они равны так вот в нашем положении если мы не будем потихонечку разгибаться мы никогда некоторыми надо делать маленькие вот эти шаги для того чтобы больше это взаимопонимание а вот это перекрестный год культуры тут было очень интересное совещание представители науки культуры россии в резиденции посла кодеки и как раз был составлен примерный план пожеланий российской стороны японский я хочу сказать что нас с вами ждет очень большой хороший праздник обязательно следите действительно за афишами объявлениями в интернете будет потрясающий совершенно полный ретроспективы японского кино значит от и до у нас москве приедут потрясающие совершенно лучшие японские музыканты мы-то знаем что они учились у нас но тем не менее это высочайший мировой класс культуры приедет ансамбль миньо с новыми программ короче говоря у нас будет как минимум полгода скорее всего даже почти целый год будет действительно настоящий праздник японской культуры из из джиперфеста бы невероятных размеров и так далее но удачи японцы вбухивают громадное количество денег в это это мероприятие потому что они действительно любят и хотят и умеют показать свою культуру ну дай бог нам с этим соответствовать да еще по поводу японского я очень мне напомнил удивительно спустя 30 лет имя куда сам это был действительно такой вот помощник корреспондента известий вот и как-то я водил его по москве и сделану комплимент узнав его возрастом должен среду возрасте о как вы прекрасно выглядите у него были черные как смоль волосы он мне объяснил мужа подружились у меня очень поздний ребенок мальчик вот я крашу свои волосы в черный цвет так вот густой черный цвет потому что я не хочу чтобы его мальчика в школе спрашивали а почему тебе такой старый папа мы вот это вот тоже немножечко в отношениях отцов и детей и а той гармоничности вот и есть в японии такое вот понятие вот этого два гармония китайская то же самое которое означает только в гармонии можно найти какую-то и понимание и все дела будут наладиться будут совершаться вот у нас сейчас нету это гармоничного состояния между россией и японии когда вы вот это дело нащупаем и любой фестиваль любой контакт любой разговора любая лекция ваш приход сюда это вот тот самый маленький камешек который построит вот эту пирамиду построим ее или нет не знаю но вот очень хотелось бы потому что страна удивительная достойные тонкие нам новому чему надо тоже поучиться а не быть столько гордых дамы и горды и да у нас крутой президент у них тоже они считают очень оба синдок крутой парень вот который может что-то сдвинуть у нас есть шанс воспользуемся или нет ну это наше с вами дело спасибо 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 большое вам за очень замечательную такую презентацию информативную вот вы говорили про о том что существует проблема в отношении связанная с поведением победителей по результатам войны вот победить побежден поведение побежденного победителя но вот из той статистики которая была видна по отношению к сша она разительно отличается вот но имел ведь место эпизод ну там про бомбы оставив в стороне о том как макартура собрал мечи уничтожил что было в принципе оскорблением как вот это сочетается с понимание японцев с поведением правильным поведением победителя побежденного почему к сша другое отношение это результат какой-то правильной политики мягкой силы американский либо как к этому пришло спасибо ну на самом деле нет никакого противоречия потому что американцы победители японцы соответствии с кодексом побежденного соответствующим образом у себя или здесь просто есть одна важная деталь собрал собрал мечи ну да положено разоружить по всем представлениям кстати интересная деталь об этом мало кто знает но япония единственная страна в мире которых которых свое время отказалась от огнестрельного оружия вопросы о японских мозгах и и консорсовского решения когда португальцы его завезли это была катастрофа потому что гибли массы людей понятными не были защищены там буки стрелы мечи и так далее здесь огнестрел и на уровне хотя шла гражданская война и все прочее на уровне глав кланов было принято решение что самарае должны избавиться от этого дела и первый завоз огнестрельного оружия японцы переломали все что было завезено португальцам потом уже естественно при революции мэйзи там и позднее уже уже была другая история но это единственный факт когда передовое оружие было уничтожено консенсусным решением как недостойного представления воинской чести так что с мечами нет вопросов тем более что мечи отбирали массово у при разоружении войске подразделений семейные мечи и это что было в семейной традиции в планах никто не трогал и до этого макарпорт не дошел более того вот к вопросу о том как до американцы бомбили и естественно опять таки мало кто знает что самая страшная бомбардировка была не в хиросиме и на газах в сентябре 44 года в токе потому что тогда город сгорел по сути до тла и не погибло больше людей чем при ядерном взрыве и вот все те прелести которые мы знаем уже сегодня типа напал ковровой бомбардировки и так далее все эти технологии и вещи американцы испробовали когда в 44 степень ненависти была колоссальная но поскольку у японцы проиграли они приняли поражение но не стоит и что важно отметить не стоит покупаться вот на те цифры которые мы сегодня видели благоприятном отношении к американцам и так далее и не стоит покупаться на те общие позиции которые часто звучат скажем все говорят японцы американцы написали японцам конституцию типа нее вывели в 21 век до чепуха это потому что до конституцию они написали писали написали но наполнение этой конституции и японский способ жизни а я настаиваю на том не образ жизни а способ жизни от этого не изменился и при написанной американцами конституции япония сформировала только ту систему которая нигде больше невозможно называть полутора партийный всегда у власти одна партия все остальное как декорация всегда основана на на местные подразделения и даже жулик будет постоянно избираться в парламент потому что его поддерживают свои люди то есть грубо говоря то как основано японское общество то что называют японским кристаллом она не подверглась деформации и американцы туда не лезли почему относится к американцам лучше чем к нам да по одной простой причине во первых да когда произошла оккупация нас туда не пустили хотя вы знаете был план уже и стояли наши корабли мы должны были забрать какая-то но проворонили этот момент и в общем не удалось это сделать хотя человек который отвечал за эту операцию по сути почти расстрелянка всего доставим принял решение чтобы ликвидировать этого козла козел был заслуженным в итоге остался жив так вот когда американцы зашли в японию первое что они сделали к вопросу о кодексе как себя вести они накормили страну голод был страшный и вот это когда ты говоришь с японцами разных возрастов за что вы любите американцев они виды мы их не любим но мы мы должны отдавать должное тому что они сделали во первых они накормили во вторых они не разрушили ту основу о которой я говорил а это не только японское общество но это императорская система это и и прочие вещи и даже земельная реформа которую которую готовилась леваками внутри японии обещала японцам будущее видит что-то похожего на колхозы американцы этого не дали сделать и все осталось только вдруг вот за то что сохранены были устои за это они почитают во вторых третьих естественно когда началась корейская история любимую долю заказов американцы разместили не только у себя а это но им это было удобнее с точки зрения бизнеса для японцев это было только воздуха потому что с этого стартовало возрождение промышленности ну и наконец последняя позиция все стороны году американцы пускай не полностью там четверть до сих пор остается под базами но они вернули окинау и с точки зрения японской психологии восприятия это было абсолютно поведение которое заслуживает заслуживает всего прочего так что с одной стороны нет противоречий том о чем вы спрашиваете о чем мы говорим а с другой стороны не надо покупаться на вот эти свидетельства бесспорного бесспорной любви и добрых отношений японцев к американцам нет это это до той поры пока дай бог ничего не случилось не надо забывать еще одну простую вещь основы японского благополучия послевоенные годы составил его и составил японский экспорт это огромные деньги так вот все деньги они за рубежом не вернулось ничего они лежат и ждут своего часа и когда говорят кто может взорвать америка к примеру и говорят о китайских займах и так далее это чепуха три триллиона японских день и это то что может совершить революцию случае необходимость и другое дело что это никогда не произойдет но этот ресурс у них всегда под рукой извините давай что вообще хочется заболеть на время время вот что возможно последний вопрос если есть это я все-таки хотел точить одну позицию потому что она ключевая позиция но я невнятно сказал во время своего доклада а вот вопрос высветил почему к американцам относится лучше чем нам это то что вот сказал сергей леонидович японцы прекрасно знают и помнят что они напали на первых арбор вот и это было как бы возраяние которым они как люди очень дисциплинированные смеялись но они прекрасно знают что они никогда не нападали на советский союз двадцатые годы там смутное время ставим значит все таки в августе 45 года советский союз начал тогда войну а японцам объяснять что это была договоренность сталина смешно они этого не хотят понимать и никогда не поймут это не все так просто на самом деле потому что у японцев есть понятие чувство вины и чувство стыда такого чувства вины в полной мере они не ощущают есть чувство стыда вот противостояния вины тока и 1 это японцы все-таки стыдятся того что они проиграли войну они не были достаточно сильными они не были достаточно ловкими достаточно дипломатичными для того чтобы выиграть войну именно поэтому и китайцы и корейцы не воспринимают полностью до конца изменения японцев за те зверства императорской армии которые были в китае и корее не верят до конца японцев потому что нету того самого порыва как скажем у канцлера бранта который стал на колени перед памятником жертв холокоста то есть вот эти отношения много хорошего сказали японии на самом деле все гораздо сложнее япония очень противоречивая страна который ведет ей можно восхищаться ей нужно восхищаться но это запутанность отношений внутренних из китая и скорее и с нами вот у нас сейчас в связи с приходом трампа открываются новые возможности новые шансы которыми и надо воспользоваться именно пытаясь достичь этого чувства гармония могу не добавить одну простую и последний вопрос о китайцах и о том и верит не верит и тогда никогда в жизни не будут извиняться по полной программе потому что японцы в отличие от нас знают что основная часть в период тихоокеанской войны погибла в китае в результате гражданских столкновений между коммунистами отрядами чанкайши они друг другу мочили они воевали с ипот все сложно тогда я предлагаю перейти нам к неформальной части нашего сегодняшнего завтрака спасибо большое с нашим уважаемым лекарем